Заместитель мэра Магадана Александр Малашевский провел еженедельную прямую линию. Дозвонившиеся могли лично задать свой вопрос или разрешить беспокоящую проблему. Я хочу вам немножко пожаловаться, что остановка, которая на Гагарине, возле Шкетера, напротив полкового комплекса, там снегу все эти скамейки, даже присесть на кубе. К решению проблем Александр Малашевский подошел оперативно. Сразу после обращения жительницы города на прямую линию были даны указания для расчистки остановки. Также прозвучал вопрос о демонтаже детской площадки на Бассейновой улице. Вопрос у вас какой? У нас демонтировали детскую площадку по адресу Бассейновой, там 10П. Вот хотелось бы узнать причину демонтажа. Сейчас очень жесткие требования предъявляются к состоянию детских площадок. Поэтому если есть какие-то изъяны, она подлежит демонтажу. Обратиться на прямую линию можно каждый понедельник, среду и пятницу с 2 до 7 часов. Любовь Голимбевская, Александр Фещенко, Магаданское время. Я вам представлю нашу сторону присутствующую. Глава города, мэр Магадана, глава муниципального образования города Магадан Юрий Федорович Гришан по центру. Юрий Степанович Руденко, автор, архитектор нашего мамонта. Заслуженный художник Российской Федерации. Магаданский мамонт, победивший на всероссийском конкурсе народных арт-объектов, организованном сервисом путешествий Ту-Ту-Ру, скоро будет в центре внимания фестиваля СМИ и тревел-блогеров. Об этом договорился мэр Магадана Юрий Гришан с представителями Ту-Ту-Ру на онлайн-встречи по результатам всероссийского голосования. Я бы хотел, чтобы оно имело не мононаправление, вот мамонт из железа, композиция, время, все, несколько шире посмотреть. Тогда нам будет очень интересно для того, чтобы Ту-Ту, это поехали, да? Чтобы поехали сюда, вот именно за вот этой изюминкой, которую вы показали через этот конкурс. Модерировал онлайн-встречу заместитель директора медиахолдинга «Вечерний Магадан» Олег Дудник, которому глава города и поручил координировать этот проект. Предварительно стороны договорились о визите федеральных СМИ и тревел-блогеров на середину марта. Это связано с проведением в регионе второго рыбацкого фестиваля «Клевая Колыма» и этнофестиваля «Дзялбу». Два таких больших и уникальных события могут стать хорошей основой для контента, продвигающего Магадан и Колыму в целом для туристов. Чувства самые приятные, что там говорить. Я очень доволен этим обстоятельством, что наш «Мамонт» занял первое место. И я думаю, что и всем горожанам, магаданцам этот факт приятен, потому что голосовали почти весь Магадан. Он, скорее всего, весь голосовал, насколько я знаю. Получилось очень хорошо. Люди там отдыхают с удовольствием. Приходят, я вот сколько езжу, там постоянно кто-то возле «Мамонта» фотографируется группами или там в одиночку. Это нормально. Я считаю, что людям нравится. Теперь один из любимых народом символов Магадана придаст новый импульс интереса жителей всей России, Колыме и ее столицы. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Магаданском театре в скором времени состоится премьера оперетты «Мы хотим танцевать». Это спектакль в двух действиях Андрея Петрова. Режиссер-постановщик Андрей Цветков из Москвы. По сюжету двое студентов, Игорь и Наташа, окончили хореографическое училище. Они уезжают работать в театр Дальногорска. Вдохновленные возможностями, в самом городе молодые люди начинают скучать. В театре ставят только Сильву, а главную роль исполняет престарелая Примадонна. Персонаж непростой. Сыграла Матильду Ивановну в оперете заслуженная артистка России. Матильда Ивановна Тронская, она возрастная актриса, которая играла когда-то все героини в театре, как и я, собственно. «Эта героиня такая, того поколения, того поколения, а то поколение, как говорится, было, и в огонь и в воду пойдет. Поэтому полна задора, безусловно, вся энергичная, кокетливая». Все персонажи в этой пьесе очень разные. Игорь – карьерист. Он отчаянно стремится к своим целям, невзирая ни на что. Константин Благинин, исполнитель роли Игоря, рассказывает, что ему непросто было играть своего персонажа. Ведь характеры у них совершенно разные. Константин даже засомневался, получится ли у него. Для меня это первый опыт играть, ну, так мягко сказать, отрицательного персонажа. Мне эта роль далась нелегко, потому что нужно было много посмотреть, много почитать, много примерить на себя. Ну, в целом, вроде как, сейчас я справляюсь, но трудностей было много. Как отмечает режиссер постановки, это оперетта об изнанке театра, о том, что скрыты от зрителя. Интриги, споры, дружба, любовь – все это можно увидеть в спектакле «Мы хотим танцевать». Авторы сказали о нем так – оперетта, в которой много танцуют, или балет, в котором много поют. Премьера состоится в Магданском театре 26 марта. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка, сообщает о проблемах с вашей банковской картой, просит продиктовать код. Будьте бдительны – это мошенники. Немедленно прервите разговор и перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты, либо лично посетите офис вашего банка.